Огненный квартал. 239 раз горели жилые дома Ульяновской области за первые три месяца текущего года. Как отмечают спасатели, более 60% возгораний связаны с нарушением правил эксплуатации, электрооборудования и печного отопления. Огнеборцы поделились с нашей съемочной группой историей одного из таких пожаров. Тему продолжит Максим Бажанов. Это окно дома номер один по улице Ефремова. Чуть меньше месяца назад из него стеной валили клубы черного дыма. Горела кухня в жилой квартире. На место пожара незамедлительно прибыла отряд огнеборцев. Как оказалось, в заложниках пламени были маленькие дети. Пожарные тут же принялись вскрывать дверь квартиры, ускоря процесс подоспевший отец детей. Железную дверь открыли ключами. Проникнув в квартиру, в плотном задымлении, в дальней комнате мы обнаружили двое несовершеннолетних детей. Одному 10, другому 7 лет. Мы их незамедлительно накрыли одеялами, полотенцем, что было, вывели, вырвали на свежий воздух и передали сотруднику скорой медицинской помощи для осмотра. Дети не пострадали. Следы пожара до сих пор видны на потолке подъезда. В тот самый день спасатели разбились по звеньям, по цепочке, чтобы дети из горящей квартиры как можно быстрее попали в карету скорой медицинской помощи. К счастью, все живы. Очаг возгорания удалось устранить за пару минут. Квартира пострадала незначительно, а причиной пожара предположительно стала неправильная эксплуатация электроприборов. Спасатели отмечают, такие ЧП случаются в Ульяновской области нередко. Но если обратиться к статистике, цифры показывают, пожаров в регионе стало все-таки меньше. За минувшие три месяца текущего года на территории Ульяновской области зарегистрировано 387 пожаров. Для сравнения, в логичном переводе прошлого года произошло 485 пожаров. Таким образом, наблюдается снижение пожаров на 20%. К сожалению, 18 человек в результате пожаров погибли. В первом квартале прошлого года показатель гибели людей составлял 25 человек. Причина положительной динамики – сознательность людей и хорошо проделанная профилактическая работа. Но эта статистика только начала года. Впереди время сложное – весенне-летний пожароопасный сезон. Это и горение мусора, и сухой травы. Спасатели напоминают, сжигать мусор нужно по всем правилам пожарной безопасности. А вот поджигать траву вовсе запрещено. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. До 3000 на физическое лицо и до 200 тысяч на юридическое. В случае уничтожения чужого имущества в крупном размере, дело примет уголовных. Поджигателю может грозить срок до двух лет. Максим Бажанов, Михаил Державин. Вести. Ульяновск.